Правительство Южной Кореи объявило о 31 новом случае заражения китайским коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 82 человек. Новый очаг заболевания образовался в городе Тыгу, в 300 километрах от Сеула. Там COVID-19 передавался в местной церкви. Предполагается, что принесла его туда 61-летняя жительница города, которая стала 31 пациенткой с коронавирусом в Южной Корее. Ранее она отказывалась проходить тесты, поскольку никуда не выезжала. Новых случаев, связанных с церковью в Тыгу, 23. Ранее уже было обнаружено 11 заболевших. «Сотрудничая с религиозной общиной региона, мы выявим всех прихожан, а также тех, кто был на той службе. Мы пытаемся выявить всех, кто контактировал с пациенткой». Продолжают эвакуировать пассажиров с круизного лайнера «Даймонд Принцесс», который с 3 февраля находится у берегов Японии на карантине. Тем временем на Токио сыпется критика за крайне неэффективные меры по сдерживанию эпидемии на судне. В общей сложности вирусом заразилось уже более 620 человек из 3700, которые были на борту. Это сделало Японию вторым после Китая очагом вспышки вируса. Всех заболевших переместили в японские больницы. Известно, что 28 человек находятся в критическом состоянии. А пассажиры, у которых не выявили COVID-19, уже прибывают домой, чтобы две недели провести на карантине. Так группа из 100 человек вернулась в Гонконг. Ещё 150 пассажиров прибыли в Австралию. В Китае число заболевших, по официальным данным, превысило 75 тысяч человек. Погибших – более 2100. Однако есть подозрения, что власти пытаются скрыть реальное число умерших и заболевших, и что Компартия ввела квоты на статистику в городах. Кроме того, власти КНР, по всей видимости, упустили начальный период, когда эпидемию ещё можно было сдержать. Первым забил тревогу китайский офтальмолог из Уханя Ли Вэнь Лян. Ещё 30 декабря он обнаружил одного из своих пациентов вирус, похожий на атипичную пневмонию, и сразу поделился об этом в сети. Однако китайская полиция обвинила его в распространении ложных слухов и вызвала на беседу. Позже Ли сам скончался от коронавируса. Ему было 34 года. По некоторым данным, болезнь появилась в Ухане ещё в начале декабря. При этом до 20 января китайский центр по контролю и профилактике заболеваний умалчивал, что вирус передаётся от человека к человеку. К тому времени болезнь уже распространилась на другие регионы страны.